Чудеса Святые преподобные Отче Серафиме, моли Бога о нас! Сегодня, в день прославления этого дивного угодника Божьего, преподобного Серафима, мы приглашаем вас, друзья, на службу Божию и на престольный праздник в церковь святого преподобного Серафима Саровского, которая расположена в Кульбакино, рядом с грозным бомбардировщиком. И вы знаете, это тоже накладывает свой отпечаток, потому что святой преподобный Серафим Саровский, этот святильник и молитвенник за всю православную землю, как настоящий страж, стоял и стоит, и молится за всех нас и за вас, друзья мои. Божественную литургию в храме святого преподобного Серафима Саровского очолив митрополит Миколаевский и Очаковский високопреосвященний Шепетерим. Маленька церква в день свого престольного свята была полностью наповнена православным людям. Багато народу пришло помолитись святому преподобному Серафиму Саровскому, цьому великому святильнику Божией благодаті. Его житие удивует и надихает на благодатный стан. А сила его молитвы вражает и нас, которые живут через столетия. Поражает то, что когда его побили, разбойники, и их нашли, сказали преподобному, что вот они перед судом готовы пристать. Он сказал, пускай они идут. Божья воля, нельзя наказывать. Вот это не злобие поражает всех. Потому что тут мы уже совершенно по-другому мыслям. Ага, ты виноват, ты пришел, там что-то воровал или что-то сделал, тебе надо наказать, я сам сейчас пойду заявление напишу и так далее, и так далее. Это не вкладывается в наши мерки сегодняшнего дня. Но преподобно это было совершенно по-другому. Закон духовной жизни совершенно по-другому. Потому что святые угодники будут, живут уже законами небесной славы, небесного царствия. И этим они нас задают, нас, нас задают каждого человека, как поступить в том или другом случаях жизни, показывая любовь друг к другу, не споря, не ругаясь, но надеюсь только на милость Божию. Потому что милость Божия у всех и на всех. Милость Божия у нас велика. Церква на честь святого преподобного Серафима Сароського, что расширена в Кульбакино, является настоящим духовным средством этого города. Тут живут сильные, мощные люди, которые строили большие литки. Здесь храм уже существует несколько лет, но, как Владыка сказал, что временный вроде бы храм. На данный момент кульбачане хотят, чтобы стоял хороший большой храм. Пока что, говорю, сполком разбирает этот вопрос, где бы лучше место предположить, чтобы был храм, чтобы было действительно место, где все могли бы вознести свои молитвы к преподобному Серафиму Саровскому. И сам даже приезд к Владыке поднимает какой-то такой духовный подъем в самих людях. Когда даже как-то раньше все не обращали внимания. Ну, храм-то, а что там такое? Всегда спрашивали, что за торжества. Сейчас уже, милостью Божией, все интересуются, а когда же престольный праздник? А когда действительно приедет Владыка, когда будет как раз торжество? И люди это ощущают, вот это торжество. И милостью Божией вот приходит народ к Богу. Действительно тянется к этому источнику, к преподобному Серафиму Саровскому. Отец Виктор, будьте добры. Престольный праздник – это всегда очень радостно. Но, тем не менее, он всего лишь два раза в году. А литургия эта служится всегда, и храм живет своей жизнью. И она не легка или легка? Ну, по-разному бывает. Вот Господь еще сказал, что скорбями мы спасаемся. И Царство Божией силой берется. Иногда, конечно, приходится, идет такая духовная борьба. Иногда и по-разному люди приходят. Кто-то приходит с большой радостью, кто-то приходит со скорбями. И не всегда находишь сразу как-то ответ, что сказать, как объяснить. Но, как-то Господь так управляет, вот именно молитвами Серафима Саровского. Я больше, чем уверен в этом, потому что это ощущается. И находишь, как сказать, как поступить. И бывает по-разному. Но милостью Божией все получается. И вы хотели бы по молитвам Серафима Саровского, по благословению владыки Петерима и по желанию людей, которые живут в Кульбаке, на все-таки построить полноценную церковь. Да, вот есть даже уже проект, который предоставили госполком, чтобы госполком рассмотрели. Они, конечно, поддержали это, это радует. И в этом году были проведены, чтобы это не было какой-то цель кого-то одного. Это проявил желание весь микро-район. Провели громадские слушания. Все было действительно. И порадовало то, что все, абсолютно, кто были на этом микро-районном собрании, люди единогласно поддержали вопрос как раз строительства церкви. Потому что были разные вопросы, что здесь приблизительно в этом месте, на этом пустыре планируется создание сквера. И в этом сквере будет находиться храм. Чтобы каждый, прогуливаясь по скверу, мог зайти в любой момент, поставить свечечку, помолиться, попросить что-то или поблагодарить. А сьогодні, в день святого преподобного Серафима Саровського, після божественной литургии, усі вийшли на хрест на ходу, прямо під великим бомбардувальником, что рассташованы біля церкви. И летит до небес молитва багатьох, яка еднает людей, даёт силы и мощность жити далеко. Молитва всегда нужна, но преподобного Серафима, это была пламенная молитва. Что такое Серафим? Это пламенеющий в переводе из еврейского. Вот они стоят, пламенеющий молитвой перед престолом Всевечного Творца, и воспевают свят, свят, свят Господь, вовсе, в исполнивай земля. Это большое дело. И такой молитвы, как у преподобного Серафима, ни в кого не было, потому что он себя очистил слезами покаяния, подвигами, уединения, молитвы. Одно только сказать, что Дуэс стоял волю свободную тысячу дней и ночей на камене перед образом Божией Матери. И в этом уже всё. Сказы. Мало кто сегодня может сказать, что он хотя бы тысячную долю имеет того подвига, который имел преподобный Серафим, который подражал древним подвижникам, Антонием Великим, Пеодосием Великим, потому что он подвиг имел большой, Серафимский. Надо сказать, что у него не было келейника. Никогда. Никто не мог похвалиться, что он был келейником преподобного Серафима, потому что способ жизни его, молитвы и дерзовения, был особый. И нельзя было сочетаться как-то послушнику, быть таким же, как преподобный Серафим. Это постоянное горение духа, духи истинной молитвы, послушания, чистоты, смирения и всего того, что украшает человека, как христианина. Святые преподобные очи Серафимы Саровские, моли Бога за нас, слава Богу за все. Ты, напевно, помітив, наш добрый дружи, что подчас святок в усих православных церквах лунают ряздвяные колядки. Втім, радость, яка переповнює серця людей, виплескується і далеко за межі храмів, і прославлення народженого Христа лунає усюди. Вже став доброю традицією ряздвяний флешмоб, коли духовенство і солісти церковних горів збираються у багатолюдних місцях і співають радісні колядки. Радуйся, серцем не Син Божий народився. Заскріляйте столи, засаділи мали, радуйся, ой, радуйся, серцем не Син Божий народився. О, ми тут до Тебе, Три праздне гості радуйся, ой, радуйся в Тебе, Герман Син Божий народився. А, скажи, ще праздник, Боже, що Христове радуйся, ой, радуйся, серцем не Син Божий народився. Боже, що Христове радуйся, ой, радуйся, серцем не Син Божий народився. Христове радуйся, ой, радуйся, серцем не Син Божий народився. Христове радуйся, ой, радуйся, серцем не Син Божий народився. Христове радуйся, ой, радуйся, серцем не Син Божий народився. Господь создает славу Егор!